2015-й стал годом окончания реализации многих государственных и региональных программ профилактической направленности, которые положительно сказались на санитарно-эпидемиологическом благополучии Бреста и региона. Единые дни здоровья, кампании по иммунизации и вакцинации населения, акции по выявлению сахарного диабета, болезни сердца и других хронических болезней – все это было направлено на улучшение качества жизни и здоровья населения. Благодаря проведенным мероприятиям на протяжении прошлого года не регистрировали случаи заболеваемости по 66 инфекционным недугам. Однако одно из самых важных достижений 2015-го, по мнению специалистов, успешная иммунизация против гриппа. Положительный эффект достигнут от проведенной иммунизации против гриппа. В 2015 году предотвращенный экономический ущерб составил 85 миллиардов белорусских рублей. Предотвращено 33 тысячи случаев заболеваний гриппа в среде населения области. В 2015 году мы имеем снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями, ротовирусным гастроэнтеритом и энтеровирусными инфекциями. Сегодня в городе начался прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Уже зарегистрировано 9 случаев заболевания вирусом гриппа, причем 8 из них со штаммом H1N1. По словам главного санитарного врача области, ситуация на контроле. Осенью около 40% населения региона получило прививку от гриппа, который защищает в том числе и от этого штамма. Более того, в лечебных учреждениях введены дополнительные меры профилактики. Поликлиники перешли на усиленный режим работы в выходные дни. Это стандартные меры, которые ежегодно вводятся в городе на период сезонного подъема заболеваемости. Причем как в отношении взрослого, так и детского населения. За последние две недели действительно отмечается рост обращаемости в детскую поликлинику за медицинской помощью. Если анализируют два последних понедельника, то мы отмечаем рост обращаемости примерно в два раза. По заболеваемости хочу сказать, что она все-таки не превышает пороговый уровень, который определен вышестоящими нормативными документами. Конечно, дети болеют. Отмечаем сезонный подъем заболеваемости и гриппом. Этому способствует теплая погода, которая установилась сегодня в Бресте. В списке положительных итогов работы за прошлый год особое место занимает снижение темпа роста заболеваемости ВИЧ-инфекции в городе Пинске. Аналогичная ситуация в Березовском, Дрогичинском, Ивановском, Пружанском и еще трех районах области. В ходе реализации мероприятия по государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции в регионе увеличился охват пациентам АРВ-терапии, терапии, противодействующей развитию болезни. Если в 2011 он составил 36%, то в 2015 цифра возросла практически до 100%. Благодаря реализации программы по профилактике ВИЧ-инфекции нам удалось впервые за многие годы опуститься на шестое место среди областей и города Минска по вновь выявленным случаям ВИЧ-инфекции. Это огромная работа, проведенная в городе Пинске по созданию отдельного кабинета и огромная работа в рамках оперативного плана мероприятий как в городе Пинске, так и на других территориях нашей области. Еще одна важная тема, которая была озвучена на пресс-конференции – наведение порядка на земле, поддерживать которой – дело чести не только коммунальщиков и специалистов санитарного надзора, но и каждого из нас. Дворы и гаражные кооперативы, полигоны твердых коммунальных отходов, зоны отдыха и другие объекты, все они, благодаря выполнению предписаний и рекомендаций санэпидслужбы, сегодня находятся в должном санитарном состоянии. Более 13 тысяч объектов, около 5 тысяч домовладений, в том числе из них 2 тысячи частных домовладений и территорий многоэтажной жилой застройки. Кроме того, удалось привести в должное санитарное состояние более 1300 сельскохозяйственных организаций, 8 места кладбищ и других объектов. Также мы добились от ЖКХ заключения договоров на планово-регулярный вывоз отходов со 100% жителей населенных пунктов, сельских именно. Результаты проведенного в 2015-м мониторинга подтвердили высокую эффективность проводимой работы по формированию здорового образа жизни. Ее итог – бережное и внимательное отношение населения к своему здоровью. Об этом говорят и цифры. Число людей, которые принимают какие-либо усилия по его сохранению, в этом году достигло почти 95%. А это подтверждение того, что политика по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения эффективна, а значит, будет продолжаться и совершенствоваться и в будущем. Слоган следующего пятилетия для всех брещан – «Здоровый город, здоровые мы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова